Девушки отдыхают После Октябрьской революции он доверял ему опасные роли по подавлению конфликтов. Сталин, казалось, уже понял свою роль, а вот Гитлер находился после Первой мировой войны в полном хаосе. Урожение Германии в 1918-м стало для него сильным ударом. Он узнал эту новость, находясь в госпитале после отравления газом. Поражение придало Гитлеру сильнейшие черты, которые были присущи также и Сталину. Непревзойденное чувство политической миссии. Позже он писал, вам не росла ненависть, ненависть к тем, кто не отвечает за эти поступки. Моя судьба стала мне ясна. Гитлера очень задело поражение Германии, как и многих остальных. Но он почувствовал, что ему нужно связать свою жизнь с немецкой историей и с будущим Германией. Эта идея постоянно развивалась, и он почувствовал, что только он один способен соединить свою потерю со спасением Германии. Гитлер, как и многие другие, повсюду искал козлов отпущения. Он обвинил марксистов, демократических политиков, особенно евреев. Он был личностью, которую сделал Германия. В 1919-м он вступил в правую партию рабочих в Мюнхене. С самого начала он выступил с речью, несмотря на свой австрийский акцент. Мой отец впервые услышал речь Гитлера в Мюнхене в 1920-м году. Моя мать сказала, что он пришел домой в переподнятом настроении, и что он встретил человека, который снова делает Германию великой. И он сказал, что он встретил человека, который снова ведет Германию великой. Сила ораторского искусства дала ему контроль над только что сформировавшейся партией и тысячами юношек. Менее чем за год Гитлер сделал ее своей. Он использовал все свое умение для создания имиджа партии, создавая свастики, символы и знамена, которые позже стали культовыми. Он настаивал на полном ему подчинении. Гитлер был фашистом. А фашизм был Гитлером. Это было удивительное изменение человека, который всего за 10 лет из нищего стал лидером. Гитлер превратил свое видение ситуации в книгу, которая позже стала бестселлером под названием «Майн камф» или «Моя борьба». Гитлер на самом деле был австрийцем, но этот факт почему-то часто забывают, считая его немцам. Они оба, как Гитлер, так и Сталин, отреклись от своих корней. Сталин связал свою жизнь с революцией Ленина, а Гитлер связал себя со спасением немецкого народа. Сталин в это время уже дошел до власти и пытался ухватиться за нее покрепче. Но в мире, где Ленин был звездой, Сталину приходилось уменьшить свои амбиции, в отличие от Гитлера, который жаждал власти. Ленин ценил безжалостность и коварство Сталина. Этот окон, говорил, приготовит нам не что иное, как перченое блюдо. Поведение Сталина в отношении партии и его умения привело его в 1922 году к должности генерального секретаря экономистической партии, и что дало ему хорошую базу для будущего, особенно когда здоровье Ленина ухудшилось. Сталин умел тихо в своем кабинете, там, в ЦК партии, подбирать людей, ставить их на нужные ему места, люди, которые становились ему обязанными своими положениями. В 1922 году Ленина ожидали первые удары. Сталин прятал свои амбиции настолько хорошо, что Ленин только сейчас начал замечать в нем соперника. Почему Ленин выбрал для всех этих сложных и требующих полной конфиденциальности дел именно Сталина? Почему он не подумал, что безжалостность Сталина будет обращена против него самого? Думаю, что ответ может быть только один. Ленин был слишком высокомерен, чтобы предположить, что тот, кого он сам поднял, сможет прикиндовать на его место. Но Сталин это сделал. Будучи парализованным, свое завещание Ленин диктовал жене, где называл Сталина грубым и невежливым, и обвинял его в злоупотреблении властью. Поэтому большинство коллег видели военным комиссаром Троцкого, а не Сталина. В январе 1924 года у Ленина случился последний удар, и он умер, дав Сталину возможность, которую он так долго ждал. Теперь тот мог начать свою программу по получению полной власти вне коммунистической партии. Он выступал как новый проповедник культа Ленина. В то же самое время он вычислял своих соперников. Он нанес Троцкому удар, ведь это был его главный соперник, обладавший харизмой, которой так не хватало Сталину. Троцкий умел красиво говорить, великолепно выступать с ораторским талантом. Мастерство Сталина по овладению власти, оно было построено на его замечательном умении. Руками одних уничтожать других. Он начал с того, что руками членов Политбюро направить против Троцкого. И Троцкий был изгнан из Политбюро, исключен из партии и так далее. Он был уничтожен. После уничтожения Троцкого Сталин начнет политику против тех, кто помог ему устранить Троцкого, и их он тоже устранит. Тайно и безжалостно генеральный секретарь коммунистической партии построил полную и деспотичную власть, которой не было равных. С ним мог соревноваться только один человек. Адольф Гитлер. В январе 1933 года Адольф Гитлер стал канцлером Германии. Но это не было то, чего он хотел. Совершенный победитель, а лишь глава правительства коалиции. То, что ему пришлось пройти позже, прежде чем попасть к власти, сильно отличалось от пути Сталина. Сталин переделывал партию и организацию, а Гитлеру пришлось создавать свою партию из ничего. Но как и Сталина в России, в Германии, многие недооценивали фюрера, хотя он использовал те же методы хитрости и манипуляции. Немецкие консерваторы верили, что как только Гитлер придет к власти, они смогут его контролировать. Они ошибались так же, как и приближенные Сталина. К сильной стороной Гитлера было умение говорить. Его речи задевали людей и сближали его с ним. О нем писали следующее. Гитлер вторил вибрациям человеческих сердец с аккуратностью сейсмолога или радиоприемника, тем самым позволяя ему вступать в роли голоса всей нации. Перед началом речи Гитлер всегда чувствовал настроение слушателей. Оратор, как он говорил, получает постоянное руководство от людей, перед которыми он выступает. Это была комбинация стилей и эмоций, а также актерских способностей Гитлера, что делало его речи еще более властными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Речи Гитлера могли появляться спонтанно, но в большинстве случаев они были тщательно продуманы. Речь завершал Гитлер, а Гербель, мой отец и я пошли в кабинет Гитлера. Он опоздал на полчаса, но затем отлично воссоздал весь эффект своих слов и проинструктировал Гербеля позвонить некоторым людям из-под крепления, что показалось мне довольно необычным. Власть Сталлина не могла сравниться с его публичными выступлениями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА